Добрый вечер, с вами Афиша и сейчас о том немногом, что я смогла узнать для вас. И кто знает, может это несколько скрасит будние выходные предстоящей недели. Предлагаю начать с анонса премьер в столичном кинотеатре. Как известно, любое событие имеет продолжение. В том числе и резня в Техасе. С момента знакомых всем событий прошло 30 лет. И теперь техасская резня бензопилой в эффектном 3D. Много лет назад родилась легенда. Жуткая история безумцы с бензопилой. История о беспощадном серийном убийце. Годы прошли, маньяк давно наказан. Но то, что случилось раньше, начало повторяться вновь. 7 февраля новые ловушки, новые жертвы и старая кожаная маска. В новом фильме ужасов. Техасская резня бензопилой в 3D. 14 февраля нас ожидает кинопремьера картины «Прекрасные создания». Именно ко дню всех влюбленных подготовлена новая романтическая история, которая вполне способна составить конкуренцию с «Умерком». Они никогда не встречались. Но эта девушка снится ему каждую ночь. Девушка, которая таинственным образом связана с ним. И однажды их пути пересекутся. Мои силы будут служить добру или злу. По мотивам популярного бестселлера «Древняя магия», «Темные тайны» и «Истинная любовь». В новом фэнтези-блокбастере «Прекрасные создания». 14 февраля. Мировая премьера. Цена истинной любви. Очень высока. Говоря о следующей премьере, скажу. Фильм «Катастрофа» в исполнении отечественного кинематографа, кажется, будет иметь успех. Дежурный диспетчер, всем доброе утро. Пап, где мама? Приходи в чехол. Я в интернете посмотрела. Я самолет сел вчера вечером. Решитесь сходить в театр. Выходной репертуар спектаклей вам в помощь. В субботу, 16 февраля, в 11.00, увидит уникальную сказку. Уникальную, потому что она не так часто идет. Вообще, в принципе, в репертуаре других театров. Сказка «Две бабы-яги». Уникальная тем, что вместо одной бабы-яги в этой сказке есть сразу две. Невероятные приключения для маленьких зрителей. Там ожидают всевозможные встречи, опасности и, конечно же, волшебные превращения. А 17 февраля, воскресенье, уникальная сказка нашего театра по произведению Самуила Маршака «Кошкин дом». Это, в принципе, достаточно не новая история, но достаточно в новой, очень музыкальной и яркой обработке нашего театра. С удовольствием будем рады видеть вас. Что же до взрослой аудитории, то вечером 16-го в театре будет показан яркий проект уже полюбившейся молодой аудитории «Любовь в маленьком городе». И скажу, что спектакль «Любовь в маленьком городе» уже подводит к концу свой прокат, поэтому кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Ну а кто хочет посмотреть еще раз и получить удовольствие, с удовольствием ждем вас. В воскресный вечер на сцене театра будет поставлена тоже история любви, только несколько сложнее и серьезнее. Отношения в этом спектакле, отношения ко времени, к тому, что происходит, когда происходит эта история любви и во что она превращается, позволю себе, тем, кто не видел, оставить интригой. Но это достаточно серьезный материал, потому что это повесть Марин Гоффа и поставлена достаточно серьезным режиссером Владимиром Михельсоном. Дорогие друзья, театр не только веселья, но и размышления. Мы всегда рады видеть вас. Если решите развлечься в ночь выходного дня, то внимание 16 и 17 февраля. Ночной клуб «Экватор» всем влюбленным дарит уикенд бесконечной романтики. В субботу только для вас эксклюзивное шоу-программа «Лавин Ю». Приглашенные гости и резиденты клуба, чарующая романтичная атмосфера и конкурс на лучшую пару вечера. Программа «Романтик-хит» подхватит лиричное настроение в воскресенье. В программе прозвучат хиты 90-х, а спутниками хорошего настроения в этот вечер станут диджи Миша Голд, диджи Тела и МС Мазер. День всех влюбленных. Ночной клуб «Плазма» предлагает встретить под ностальгические ретро-хиты. Отдыхающей паре, которая покажет совместное фото, вход обещают бесплатный. Что же до 15 и 16 февраля, то, похоже, праздничная романтика продлится. Отдыхающих вместе с «Плазмой» ожидают сюрпризы. Плавно перехожу к концертам, которые, увы, обошли нас стороной, но состоятся не так далеко. Кишинев, до которого рукой подать, 12 февраля примет у себя в гостях самую грузинскую исполнительницу Тамару Гверцетели. Тем, кто на неделе выберется в Одессу, имейте в виду. 13 февраля та, чьи песни становятся хитами и альбомы лидерами продаж в Украине и СНГ, выступит с принципиально новой концертной программой. Речь об Анне Лорак, если вы не догадались. Обними меня крепче, огнем неистовым, любовью искренней. Дай душою согреться, ты мой единственный, и это истина. Только твой вижу свет, навсегда твой живет. Анне Лорак – не единственный талант, которым богата Украина. Вслед за ней, 14 февраля, в гостях у Одессы группа «Бумбокс», которая не нуждается в представлениях. Надеюсь, наши ориентиры в сфере досуга несколько упростят вашу головоломку, как не убить свободное время, а рационально использовать для дела распорядиться им. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!